Сегодня в Израиле отмечают День Холокоста, День памяти жертв нацизма, жертв тех, кто унес в жизни 6 миллионов евреев, невинных людей, которые пострадали только за то, что они евреи. К сожалению, с нацистами были много народов, много народов, которые приложили много сил, чтобы евреев не стало. И вот сегодня в этот день меня спрашивают люди по многим из разных стран, какую нужно молитву говорить, как вообще нужно себя вести. Во-первых, в этот день самая главная память. Знаете, когда вспоминают. Мы, к сожалению, не живем этим целый год. Я как сын спасенных с Холокоста, у меня мама родилась в гетто, отец был в эвакуации, она пережила гетто. И много родственников, большинство семьи, они остались лежать во рвах Украины, погибшие от рук нацистов и их помощников, которые очень сильно, к сожалению, помогали. И вот в этот день мы, вспоминая наших близких, и даже если у нас нет близких, вообще вспоминая этих людей, мы должны сказать какую-то молитву. Что вообще еврей говорит в этот день? Что может сказать человек в этот день, не еврей? Любой человек, который сочувствует, который этот момент на личном каком-то в душе, он это переживает. Есть прекрасный молитвенник. Я думаю, что вот такой вот. Он просто, такое издание очень хорошее, но и во всех других молитвенниках эта молитва есть. Я советую в этот день в память о жертвах Холокоста открыть 232-ю страницу и произнести вот такую вот молитву. Милосердный Отец, обитающий в высах, по безграничному милосердию своему, состраданием пусть вспомнит благочестивых, прямодушных, непорочных святые общины, отдавших жизнь для освящения имени. Любовь и милость скрепляли их при жизни, и смерть не разлучила их. Стремительнее Орлов и сильнее Львов были они, выполняя свою волю и волю Создателя, своего желания, своего Творца. Бог наш да вспомнит их добром вместе со всеми праведниками мира. И пусть отомстит за пролитую кровь рабов его, как написано в Торе Моисея, избранника Маша. И тут цитата из Торы. Воспоют племена славу народа его, ведь отомстит за кровь рабов своих, и за грабеж воздаст врагам их, утешит землю свою и народ свой. И написано в пророках Израиля, рабов твоих, разве прощу я? От имени Всевышнего написано, разве прощу я? Нет, никогда не прощу я за кровь их, отомщу за нее, сказал Господь, обитающий в Сионе. В Писаниях святых написано, зачем будут говорить народы, где Бог их? Пусть станем мы свидетелями, как все народы узнают об отмщении за пролитую кровь врагов твоих. И сказано, ибо взыскивающий за кровь их пусть вспомнит и не забывает он сто назамученных. Покарает он народы, которые убивали нас. Поразит он правителя страны великой, чьи жители гордились, что пьют из реки изобилия протекающие по стране их. Дамы и господа, сегодня мы скорбим, мы переживаем. Мы помним всех, этих людей осталось мало. Считаны. В Израиле осталось около ста тысяч человек. Это немного. Во всем мире этим людям, самым маленьким, от 75-78 лет, потому что меньше, это уже после Холокоста, и самым взрослым, можно сказать, стареющим людям, им уже за 90. В этот день мы вспоминаем также всех тех, кто освобождали концлагеря, освобождали оккупированную территорию. Этот день мы вспоми... Очень тяжело говорить. В этот день мы вспоминаем тех солдат, которые отдали свою жизнь за освобождение всех людей в мире, и в том числе и еврейского народа. Мы помним их, никогда не забудем. Нужно взять на себя в этот день какое-то хорошее решение. Сделать какое-то добро. Добро человеку, на любом поприще. И тогда Всевышний воздаст нам добро. Шалом шалом.